Ну давайте, вот шапочка. Может быть кто-то готов платить? Нет. Я скажу, этот дом теоретически не может быть убыточным, продано все. Если они неумело управляли, и у них краны стояли по полгода, и они 500 тысяч в месяц платили, это не наши виды. Даже с этим условием у них остались квартиры, о чем я сегодня передал прокуратуру. Каждую квартиру. Все недостающие данные. Ну что, мы платить будем? Может я просто платить? Нет, конечно. Я не хочу платить. Не хочу, чтобы вы платили. Я считаю, что здесь должны уже правоохранительные органы. Борю Маскорев сказал, что я никто. Взять и найти цикольное движение средств таких объемов. Все до копеечки, как мне сказал сотрудник Беппа Карпачев, пойдем в этой ситуации. Я вам скажу, механизм здесь разный. Если, допустим, у Корио коммерческое помещение он рассчитал со всеми долгами перед банком, он может с легкостью его заложить. Это помещение. Раз. Так же может заложить Федоров, хотя у него на 3 миллиона что-то заложено уже. Точно так же, когда еще не было вот этой ситуации по дому, что стройка встает, это буквально 4 недели вот это пошло. Сколько? 4 или сколько? Полтора месяца это максимум, что трудности вот такие. До этого момента, повторюсь, у него была возможность 2 раза это помещение продать. Или передать субподрядчику, который доблестно так же, по такой же схеме. Просто кто-то задал вопрос, не уйдет ли субподрядчик с этим. Нет. Потому что схема уже отлажена. За квартиры они достроили все каменные работы вокруг дома. Я вижу здесь только одно. Имел возможность, но по каким-то причинам он не дает продолжению строиться. Поэтому пускай, коль он кричит, что он никто, и взял нового директора, кстати. Знаете для чего? Это моя версия, но я думаю она подтвердится. Для того, чтобы это помещение просто вывести, получить наличку, эти деньги куда-то увезти. Потому что на счет ему свой законный не положить. И чтобы этот директор лямку потянул просто-напросто на себе. Или же он не знает, потому что его упорно прячут. Мы даже фамилии его не знаем. Сюда привозили, там сказали, это реальный пингвин. Но пингвин это значит потянуть лямочку. Аналогичные ситуации были в России и в Краснодарском крае. Когда, чтобы обанкротиться к концу строительства, заказчик провоцировал иски чем-то. Именно отделками. Здесь 177 квартир с отделками. Как можно спровоцировать иски? Да просто-напросто предложить подвалы, которые подлежат сносу. Люди побегут в суды и заказчик с легкостью обанкротится и уйдет с тем, что он успел махинировать. И от других своих судебных, оказывается, наш дом был дойной коровой на протяжении 5 лет. Все доходы на свои старые косяки, кто там сказал, фасады и прочее. То есть эти деньги уходили туда, на старые объекты, которые у него по гарантийке. Там и суды были с фасадами. Поэтому сейчас от Корева и от Петроинвеста ждать нечего. Коль он сказал, что никто. Коль сказал, что ничего не даст. И у нас есть генподрядчик. Пусть прокуратура поможет ему найти квартиры, которые он упорно спрятал, которые упорно продаются. И решит вопрос с коммерцией. Если она уже не ушла. А Москвин-то писал, вроде проблем нет. На 40 миллионов. Москвин сказал, пусть этот человек возьмет Петроинвест, Корев, с кармана доставит то, что с нас с вами собрал и достроит. Для него этой проблемы нет. 40 миллионов всего. А он не может посодействовать? Посодействовать? Знаете как, вот смотрите, я допустим говорю, вот я берусь вам помочь с этим домом, а как я могу? Если он вбил себе в голову, идет по какой-то схеме, которая кажется ему выгодной, выгодной, я никак не могу. Хоть я депутат, хоть кто я. Я только могу как гражданин его задушить. Единственный рычаг воздействия, чего боится Корев, это привлечение к уголовной ответственности и прокурорской проверке, которая была произведена, кстати, как я предполагаю, по его документам, которые он предоставил, липовые. Ничего мы энергоблоку не должны по этим документам, а он вписал. Энергоблок, который организаций нет, который проплатили заранее, который дали коммерцию и целый этаж на реализацию, они должны были сделать дом. Ее нет просто, они смылись отсюда, не докупив оборудование и сделав работу, наверное, процентов на 30. Если что-то тормознет при сдаче, если все сейчас закупить, лифты и прочее, просто-напросто электрика проплачена нами уже. Никто хорьего обязанностей, это его люди. Ну что, платить кто хочет и какую сумму? Да, ну, кто хочет, ну, сейчас надо. Вот шапка, это самое, бросайте. Кому в карман там мало еще? Бросайте в шапку. Я лично вот ему дулю, этому козлу, который на наших, на семьях, сделал просто-напросто деньги себе. Не в банк зашел, там у какого-то вора последнее забрал, а на человеческих судьях, на судьбах, на 300 семей. Кто хочет платить, еще раз спрашиваю. Нет. Кто? Если, значит так, если он сумел все квартиры продать, если он сумел квартиры вывести, если он сумел просто-напросто из этого дома сделать дойную корову, пусть достает и платит сам, где хочет. Возможность есть, спрятанного много. Не хочет? Пожалуйста, с прокуратурой мы поможем. И не с нашей, которая у меня доказательства не принимала, а именно с областной. А что бесполезно? В общем, суть доказательства. Время будет очень много, больше. По-прежнему у нас остается пикет в эту субботу, ой, не в субботу, а в воскресенье. С трех до пяти. Но мы какое-то время пикетируем, а потом, возможно, у нас, если появится какая-то информация, мы как бы все обсудим и хотим все ее с вами. А почему? А почему? И потом еще 16 сентября. Да, у нас будет еще один пикет, он проходит в Полиенградской области и Санкт-Петербурга, вот обманутые пиршики, проводит в этот день песенки и пикетры. Поэтому хотели бы вас тоже видеть в это же время с другими, с другими. Пикет будет проходить, и у нас единственное место, где нам можно проводить пикет, это ДП-химик. И, возможно, нам посоветуют по обслужу какого-то администратора. Не знаю, я рассчитываю на юридическую полосу. Еще мне, что это мое мнение, что мы только с будущим юристом, можем как-то отнять вот эту собственность у застройщика. И тогда уже мы сможем не распоряжаться. Но это лишь мои догадки. Значит, ситуация такая. Показывают спрятанные квартиры, иначе покажет следствие. Все правильно абсолютно. Это компетенция следствия. Только где эти прокурорские были, когда эти квартиры, мы кричали во все инстанции, они как продолжали уходить, так и уходили. Почему проведена проверка или нет, сегодня дольщики пошли в АБЭП. Картину вы знаете, это самое. Мы чего-то БЭПников не нашли. А потом увидели в окушке. Петеринвест, ты, кратин, у меня. Точно. Петеринвест. Абсолютно верно. Может быть, на статью повлиять, на мякость. Может быть, старость, старик в своей квартире встретит. А что он славит? Он у меня самая лучшая. Должен сидеть в тюрьме. Абсолютно верно. Потому что, когда у нас воруют миллионы, и выходят потом полонские вот такие в России, ничего не урегулировано. И мешок картошки украсть в поле, с три года реальный срок получить, от того, что жрать нечего. А точно не сомните нас. Разрешили строить, требуйте достроить. Администрация, вы сюда пускали. Президент сказал, губернаторы на местах пускай контролируют свои стройки. Это было, когда три недели назад по телевидению. Абсолютно согласен. Петеринвест, верни наши деньги. И на стройку. Абсолютно. До меня дошла информация о том, что Петеринвест несколько квартир порылся и нашел. И что это за квартиры сейчас показывают и вводят, тем более бюджетников, которые сертификаты получали. И вот сегодня или завтра квартира пойдет. За слова отвечаю, записано. Это было моим человеком, который даст показания, надеюсь. Надеюсь, наша прокуратура это все не спустит. Ну, кстати, с нашей прокуратуры очень-очень хочу спросить, где они были, когда я подходил и говорил. Требуется, у вас проводится проверка Петеринвесту. Это во всех средствах массовой информации. Кто-то читал в интернете? Я прочитал, пришел. Мне сказали, что надо написать письмо, чтобы рассмотрели вопрос, чтобы свести меня с тем, кто проводит проверку. А я с доказательствами, с аудиозаписями, со списком квартир бегаю. Это самое, то туда, то сюда. Возьмите. Слава богу, президент услышал, что-то спустил. Имел возможность, не достроил. Абсолютно верно. Две организации обивали пороги. Отдай коммерцию. Тебе досочка здесь. Бюст твой здесь. Честь тебе и хвала. Почему не даешь? Значит, выгодно по каким-то причинам обанкротиться. Последняя надежда, когда Гешили собирал субподрядчиков и Хорева, и нового директора. Приехали, разговорами кончилось. Тот на сторону решил это продать. Счет заморожен. Куда он эти деньги бы делал? Если сейчас выставляется на втором этаже коммерция, туда же, куда и квартиры, и все наши деньги вложенные, которые с осени они продавали, большая масса. Все слышали, что все квартиры проданы в доме. Говорили у нас кому-то в отделе продаж и от Ториума. Я сам с Ториум беседовал. Абсурдно. Саша на собрании нам заявил, что одна квартира осталась не продана. И коммерческое помещение. Мне говорили по январю месяцу. Я специально звонила. Четыре квартиры осталось не проданы. Сейчас их продаем, ставим лифты и сдаем дом. Это было в январе. Алифты едут мне с января. Прокуратура, где вы? Где вы были вообще все это время, когда вам стучали? Хотим жить в своем жилье. Абсолютно верно. Если украл, положи деньги на место. Где наши деньги вообще? Кто проверял финансово-хозяйственную деятельность? И так по его справкам, которые левые он две привез, это самое, где даже субподрядчики, глядя на эти цифры, сказали, это абсурд полный. Помогите достроить наш дом. Не надо с нас больше брать деньги. Мы заплатили и три срока порождали. Семьи теснят свою родню. И отдали все, что у нас было. Снимают квартиры. Отдали все. Квартира для многих семей, для большинства. Это цель всей жизни. Это накопление. Это радость, надежды. Не знаю. Никто не протянул руку помощи в том плане, что разобраться в этой ситуации. Гешили прямо сказать спасибо, что свел, попытался. Пусть, по крайней мере, вот эта встреча показала, что Корев не будет достраивать и сделать все, чтобы не достроить. Но чуть раньше, я 100% уверен, все будет нормально. Куда тянули? Не хочет так, что никому хочет туда надо. Я верю все-таки, что мы живем в правовом государстве. И вор будет сидеть в тюрьме. Субтитры сделал DimaTorzok